Маленький Ситроен C3 Aircross выпускается уже три года. Пришла пора планового рестайлинга. А как мы помним, за дизайн Ситроенов с 2018 года отвечает Пьер Леклерк, который еще в нулевые прославился работой на BMW, затем рисовал облик китайских хавейлов, а перед возвращением в Европу успел недолго потрудиться на Kia. Теперь Бельгия средактирует нынешнюю гамму Ситроенов. Сбоку и сзади C3 не изменился совсем, а вот передняя часть перерисована серьезно. Суть изменений передает пресс-релиз. Если прежний Aircross демонстрировал доброжелательность и свежесть, то новый достиг зрелости. Сенсорный экран медиа-центра увеличен с 7 до 9 дюймов, добавлена беспроводная зарядка телефонов, а еще внедрены кресла Ситроен Advanced Comfort, ранее известные по моделям C4 и C5. Техническая начинка не изменилась вовсе. Это две версии бензиновой турбо-тройки и еще два варианта 4-цилиндрового дизеля. Младшие сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой, более мощные – с автоматом. В Европе обновленные Ситроен начнут продавать летом. В России новинка тоже будет, но позже. Едва ли это волнует. Продажи C3 даже в благополучном 2018 году не превысили 300 штук, а в кризисном 2020-м раскупили ровно 113. Тем временем братская Ситроену марка Пежо осваивает рынок пикапов. Модель Landtrek появилась в ассортименте благодаря китайцам. Это клон грузовичка Чаньань F70, который французы перекроили на свой вкус. Выбор моторов ограничен двумя турбомоторами. Бензиновый сочетается с шестидиапазонным автоматом Punch, а дизель с шестиступенчатой механикой. Помимо упакованных версий, есть и чисто рабочие, с некрашенными бамперами и трехместным передним диваном. Привод может быть задним или полным, причем в последнем случае задний дифференциал будет самоблокирующимся. Landtrek уже продается в Латинской Америке. А теперь выпуск пикапов наладил завод Stofim в Тунисе. Отсюда машины разойдутся по Африке и Ближнему Востоку. Тут самое время вспомнить другую развивающуюся страну. Рынок пикапов в России около 10 тысяч машин в год. Треть из них это УАЗы, а остальное сплошь импортные модели, составить конкуренцию которым можно и без локальной сборки. Что скажешь, Пежо?